В деле создателей финансовой пирамиды в Челябинске поставлена точка. Суд Калининского района вынес приговор супругам Филимоновым, которые на протяжении 9 лет брали деньги у населения, якобы для инвестирования в бизнес-проекты. Взамен обещали большие проценты, а потом муж с женой скрылись за границей. Ущерб почти 100 миллионов. Тему продолжит Оксана Кравцова. В зале суда супруги Филимоновой невозмутимы. Все это время они надеялись на условный срок заключения. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Материалы дела заняли 150 страниц, а оглашение приговора длилось около 6 часов. Как установил суд, супруги Филимоновы организовали фирму частные инвестиции. В нее они привлекали людей и убеждали вкладывать крупные суммы денег, а сами обещали вернуть средства с прибылью до 60% годовых. Некоторые вкладчики даже продавали недвижимость и брали кредиты, а деньги несли в фирму Филимоновых. Как поясняли потерпевшие, что они приносили денежные средства в частные инвестиции благодаря той работе, которая проводилась с вкладчиками. Это проводились семинары, проводились встречи, проводились презентации. Чтобы деятельность организации выглядела успешной, супруги говорили, что будут вкладывать средства в бизнес, землю и недвижимость в Черногории, развитие туризма, строительство, реконструкцию бара «Бешеная собака», а также производство художественных фильмов. Например, последняя лента обошлась предприимчивым коммерсантам в 50 миллионов рублей. Но фильм так и не был закончен. Когда вкладчики стали требовать свои деньги, Филимоновы скрылись в Черногории. Мужа и жену задержали в июне 2013 года. Сначала их доставили в Москву, а потом под конвоем в Челябинск. Уголовное разбирательство длилось почти два с половиной года. За это время Константин и Светлана Филимоновы вину до конца не признали. Они заявили, что у них не было корыстного умысла. Но суд, изучив все обстоятельства, не счел их заявления убедительными. Их утверждение о благих целях своих действий и намерение выполнить обязательства перед всеми потерпевшими в полном объеме, суд оценивает как недостоверные, так как они вызваны желанием избежать уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. В результате их признали виновными. Константина Филимонова приговорили к 7,5 годам колонии общего режима, а его супругу к 6,5 годам. К тому же каждый из них должен будет выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Правда, комментировать такое решение мужчины и женщины не стали. Скажите, вы согласны с приговором? Будем его обжаловать. Считаем суровым, несоразмерно. Потому что не могу вам ничего комментировать, поскольку у нас продолжается еще и дело в отношении их. Имеется не одно, а два. В Кургане и Челябинске. Под стражу Читу Филимоновых взяли в зале суда. Но перед этим им дали время попрощаться друг с другом и со взрослой дочерью. Ведь они могут не увидеться долгие годы. Также у супругов остался несовершеннолетний ребенок, 10-летняя девочка. Опеку над ней возьмут совершеннолетние родственники осужденных.